Даже взрослые в наше время всё чаще сталкиваются со стрессом или нервно-психическим переутомлением. А детскому организму куда сложнее справиться с такой нагрузкой. Поэтому, если у ребёнка отмечается повышенная возбудимость, быстрая утомляемость, головные боли и нарушение сна, тревога и беспокойство, следует проконсультироваться у врача. Возможно, это следствие невроза. В детской практике чаще всего мы всё-таки сталкиваемся с системными неврозами. Это такие, как энурез, заикание, невротические реакции, навязчивые действия, снахождение, сомнобулизм. Вот это как бы больше наблюдается у маленьких деток. У деток, которые постарше, начиная с 10 до 18 лет, для них больше всё-таки характерны общие неврозы. Это такие неврозы, как невроз навязчивых состояний, дегрессивный невроз, ипохондрический невроз, сирийский невроз, неврастения. То есть все эти заболевания, они как бы по клиническим проявлениям разные, и понятно, что и подходы к лечению будут тоже разные. Для решения проблемы эффективнее всего зарекомендовал себя комплексный подход, который может включать медикаментозную составляющую, различные физиотерапевтические процедуры и психотерапию. Если говорить по поводу медикаментозного лечения, то назначаются седативные препараты, как правило, начинаются с более лёгких седативных препаратов. Это могут быть различные успокоительные сборы трав. Назначаются витамины обязательно группы В, назначаются препараты магния. В связи с процедур назначаются электросон, хвойно-вариамные ванны, дарцинализация. Из дополнительных методов лечения очень хорошо себя закомендовала эклорефлексотерапия. Очень хорошо помогает психотерапия, как коллективная, так и индивидуальная, в частности именно гипнотерапия. Несмотря на пугающее название, неврозы относятся к обратимым состояниям. А значит, при грамотно подобранном лечении, устранении чрезмерных нагрузок и формировании благоприятного климата в семье и школе, все симптомы полностью купируются.